10 декабря прошлого года Одессу потрясло убийство, произошедшее в одном из ночных клубов города. Тогда двое мужчин открыли стрельбу из автомата по посетителям заведения. В результате два человека погибли, еще трое были ранены. 12 апреля в Приморском суде города Одессы состоялось первое заседание по делу об этих страшных событиях. Предстоящее слушание вызвало в Приморском суде немалое оживление. Тем не менее, само заседание так и не состоялось. Один из потерпевших, гражданин Фрунзе, в зал суда не явился. По информации обвинения, он находится в городе Террасполе. Судьи сочли это основанием для переноса заседания. Впрочем, потерпевшая сторона претензий к такому решению не имеет. Данное решение принято в пределах действующего УПК и соответствует требованиям закона. В связи с тем, что потерпевший Фрунзе также имеет право высказать свое мнение. Претензий к суду не высказал и муж погибшей в ночном клубе Татьяны Дилергиевой Николай. Мужчина надеется на максимальный возможный срок для обвиняемых. Я потерял самого любимого, дорогого мне человека. Я хотел бы, чтобы эти люди ответили по закону в виде лишения свободы на пожизненный срок. Такой же позиции придерживается и прокуратура. Правда, только в отношении основного фигуранта дела жителя Полтавской области Владислава Андреевского. Позиция ориентируется на том, чтобы основному участнику совершения преступления Андреевскому пожизненное заключение. Что касается второго обвиняемого, Романа Соханя, свою позицию прокурор комментировать не стал. Отметим, что представитель обвинения был единственным в зале суда, кто выступил за перенос слушания. Остальные присутствующие, включая обвиняемых, не возражали провести заседание без одного из потерпевших. В следующий раз решать судьбу стрелков из Беллини суд соберется 18 апреля.